Всем доброе-доброе утро! Как я вам говорила, мое утро начинается с кружечки воды, которую я сейчас выпью. Я могу пропустить воду днём, не допить стакан вечером, но не с утра. Это привычка такая у меня, я рада, что она у меня появилась, поэтому всем советую завести такую привычку. Я буду готовить сегодня манную кашу, для этого я вытаскиваю молоко с холодильника, чтобы оно немножко постояло и было комнатной температуры. Согласитесь, у каждого есть такое с утра, когда вечером лень помыть посуду, и ты оставляешь на утро, а потом приходишь утром и думаешь, господи, зачем я оставила это на утро. Поэтому я буду сейчас мыть посуду и готовить манную кашу. Хотела ещё с вами поговорить по поводу готовки манной каши. Когда я готовлю манную кашу, молоко пристаёт к кастрюле. Я начиталась в интернете, что нужно кастрюлю охлаждать, что молоко должно быть комнатной температуры, но это, чёрт возьми, не помогает. Поэтому манную кашу я закидывала в молоко, которое ещё не закипело, и тогда мою кастрюлю не придётся мыть 15 минут. Может, вы знаете какие-то действенные, более, я не знаю, рецепты приготовления, то обязательно напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно. Мы любим манную кашу, чтобы она была густой. Вот такая вот получилась у нас густая манная кашка. Сейчас будем кушать. Если кто-то кушает, всем приятного аппетита. Сегодня у нас на улице, к сожалению, пасмурно, хотя с утра было солнышко, но всё равно хочется куда-то пройтись и прогуляться. Идём с Костей гулять, кататься на велосипедах, на колобайке. Колобайк – это у нас велосипед, который можно взять в аренду на то количество времени, которое нам нужно. Его нужно найти в приложении, арендовать и, в принципе, кататься. Поедем в центр Минска. Вот так вот ходим сквозь по дворам, ищем велосипед. Не всегда везёт и не всегда можно сразу увидеть и найти велосипед. Иногда нужно приложить к этому какие-то усилия. Вот как, например, сейчас. Надеюсь, там будет два велосипеда, потому что часто бывает один велосипед. Второй нужно ещё где-то искать. И вот так вот ходим по дворам, по закоулкам, ищем наш колобайк. Чтобы добраться до того велосипеда, нужно преодолеть... Нужно преодолеть... Руины. Может, обойдём всё-таки? Я не хочу отсюда покатиться, если честно, кубарем. Ну, давай, иди-иди. Не стык. Вот, да. Идём до нашего велосипеда. Вот так вот выглядит у нас арендованный велосипед. Снимаем распаковку продуктов. Значит, купили точилку для ножей. Так как мама сказала, видя, что я как-то толсто режу картошку, а толсто режу картошку, потому что у нас туповат нож. Поэтому купили точилку для ножа. Купили вот таких два керамических ножа нам и родителям. У нас был уже такой керамический нож. Но он сломался. Сломался он, потому что я им отрезала твёрдые сорта сыров. А вот тут таким, как я, написано, что не рекомендуется твёрдые сорта сыров им резать. Но мне это не помогло. Дальше мы купили творог с малиновой начинкой. Я ещё такое не брала, взяла на пробу. Дальше купили два йогурта. Лёгких, 2% жирности. Дальше купили икринку. К ней купили хлеб. Костя будет себе сделать бутерброды. Также взяли два творога на сырники. Приготовили с утра как-нибудь сырники. Костя взял себе на пробу вот такой вот йогурт с 15 граммами протеина. Далее взяли персики. Взяли перцы, баклажаны. Будем опять готовить... Что мы там будем готовить? Ё-моё. Константин, подскажите. Пунчозу. Пунчозу, да. Также взяли... Тут у меня в пакете. Я, как обычно, голодная. Уже начинаю сразу есть всё по дороге. Фреш-бобс. Десерт из орешков. Цукаты изюмов. Они очень вкусные. Можно добавлять как и в кашу, так и просто кушать. Или там в творог, в кашу. И взяли инжир. Инжир ещё в Беларуси не брали. У нас в магазине Европа вывелся только недавно. Вот взяли на пробу. Он такой небольшой. Но вроде красивый. Продукты нам обошлись 19 рублей белорусских. 19 белорусских рублей это около 10 долларов. И ножи и точилка для ножей обошлась около 8 белорусских рублей. Это 4 доллара. Хотела вам сказать, что мои видео будут выходить в среду и воскресенье около 20.00. Чтобы не пропустить моё видео, подписывайся на канал и ставь колокольчик. Сейчас речь пойдёт о колобайке. Это шеринг в Минске, который открылся только в этом сезоне. Это прокат велосипедов, электросамокатов, у которого очень много плюсов. Это экологическое транспортное средство. Это цена. Час катания на велосипеде стоит 2 белорусских рубля. Это меньше, чем 1 доллар. Колобайки находятся во всех районах Минска. Я бы даже сказала, наверное, во всех дворах Минска. Не надо специально идти на аренду велосипедов, в какие-то парки. Ты можешь по приложению найти велосипед довольно быстро. А также, если у тебя находится недалеко работа, ты можешь на велосипеде кататься на работу. Ты можешь на велосипеде кататься со своими друзьями, парой. То есть это очень-очень большой плюс. Ещё большой плюс колобайка в том, что многие покупают велосипед, ставят его на балкон или куда-то в тамбр, и этот велосипед стоит год, два, пять лет. Ты на нём прокатился пару раз и больше на нём не едешь. Или есть люди, которым, ну, не по силу купить велосипед, а тот ты пошёл, нужно тебе покататься, заплатил небольшую сумму и катайся. Но есть один минус. Это сами люди. Ищешь по приложению велосипед, подходишь к нему, а у него то педаль сломана, то руль, то ещё какие-то технические части велосипеда. Это ненормально. Очень много в интернете историй, когда люди выбрасывали колобайки в реку, вешали их на деревья, сбрасывали их в мусорки, и ставили к себе на балкон или ставили велосипед к себе в тамбур, хотя к велосипеду нельзя ограничивать доступ. Жгли велосипеды, это ужасно. Просто люди, что с вами происходит? Колобайк это на самом деле очень крутой проект с дешёвой ценой. Спасибо большое людям, которые его придумали, так как велосипед стал более доступным в Минске, и потому что велосипеды в прокат стоят в раза 3-4 дороже. Это отличное занятие для спорта, просто прокатиться. Можешь добраться от пункта А до пункта Б за минимальное количество времени и за минимальные денежные средства. Колобайк это сезонный велосипед, сезонный только лето. Надеюсь, что в следующем сезоне он будет у нас в Минске, и люди будут более аккуратно и бережно к ним относиться. Сейчас мы с вами пойдём готовить блинчики. Я знаю, что у меня во влогах есть один очень большой минус. Минус в том, что подводит качество и звук. Понятное дело, я снимаю на телефон. Поэтому в следующем влоге вы увидите нашу покупку, наше приобретение. Решила приготовить блинчики. Использую только муку высшего сорта, молоко 3,2%, 2 яйца и сахар. Всё, что мне нужно для блинчиков. Добавляю 6 ложек с горкой муки. Три, четыре, пять, шесть. Добавляю 2 яйца. И вливаю потихонечку молоко и размешиваю. Блинчики на молоке, поэтому они должны быть жидкие. Помешиваю интенсивненько, чтобы не было комочков. Молока у меня тут где-то грамм 700. Так, смотрим. Молоко выливаю всё. Размешиваю. Так, добавляю сахара. Сахара добавляю немного. Сколько? Ложку сахара в общей сложности. И немножко поцелю. О, как у меня тут пенится всё. И мешаем. Сейчас ставлю сковородку разогреваться. И выпекаем с вами блинчики. Вот такие вот блинчики красивые у нас получились. Хочу вам сказать спасибо большое за просмотр моего видео. Спасибо большое, что ставите мне лайки. Если кто-то кушает, приятного вам аппетита. Всем пока-пока.